В 9 часов вечера 28-го звонок был уже дочери. Глаза у нее расширились, и она только сказала, как. Я спросила, что дочь? Она говорит, наш Сережа погиб. И когда привезли вам его тело, ну а что они вам сказали? Как мне это объяснили смерть? А теперь понятно, что мой сын погиб, и никто ничего мне объяснить не может. И пытались связываться с его однополчанами, с его друзьями, они ничего не говорят. Это звучит так, что это государственная тайна. Хотя так и хочется сказать, что это государственное преступление. Мне так хочется сказать. Ой, я не знаю, мне так хотелось, хочется его обнять, никуда не пускать. Мне очень жалко, что парень в 20 лет, в принципе, не увидел ничего в этой жизни и не увидит. Безвестно похороненные, и что о них никто не узнает. Я очень хочу, чтобы о них знала вся страна. Очень хочу. Потому что мне непонятно, во-первых, как они погибли, непонятно, за что они погибли. На похоронах была гробовая тишина, в том плане, что никто не сказал слова благодарности этому парню. Но Алеша звонил в часть. Один офицер сказал, вот фразу я уже проговаривала, что что вы хотите, вам дадут вам 100 тысяч, хватит вам, типа, выпить, помянуть. Вот такая фраза была. То мы только здесь получается, как будто пьем, и нам нужны только деньги выпить. В свидетельстве справки о смерти написано, что место временной дислокации. Место временной дислокации, то есть место – это непонятно где. Умер 28.08.2014. Около 21 часа, минут, выполнял спецзадание. В ходе выполнения полученной задачи прошел взрыв мины, без буквы «В», в результате чего ефрейтор Андриянов СВ получил травму, несовместимую с жизнью, от которой скончался на месте. Но если он был на российской территории, зачем эта справка? Если за границу, какую границу? Мне кажется, вот это как-то… Так, а здесь что? Заточный, я даже это не смотрела. То есть, получается, тогда его везли. Я просто рассуждала. Если будет достаточное количество людей поднимать этот вопрос, я, конечно, буду в их составе. Одна я просто это делать пока не хочу.